Восьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 2031, тема «Проповедь благовестия». Чем мотивировали святые свой подвиг молчания? Как-то объясняли же они свою замкнутость и нежелание сказать даже слово, приходящим к ним? Сравнить бы с теми, кто свободно разговаривал, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ребенку сказали, что с руками немытыми можно занести инфекцию в рот. Выходов много, мыть чаще руки, не брать заразное, полоскать рот, есть чеснок и лук, проверяться у врачей. Но кто-то подсказал, лучше всего заклеить рот, связать руки, обмотав их как мумию. Монашество пошло этим путем. От языка много греха бывает. Так я вообще не буду разговаривать, и не будет греха. Образ несмышленных детей. Грех-то не на языке рождается, а в сердце. Первое послание Петра, 3 глава, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Почему для молчунов не стал примером Христос? Он же не молчал и не грешил языком. Первое послание Петра, 2 глава, 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Книга Приджи Соломоновых, 17 глава, 28 стих. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. «Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства». В пример всем молчальникам ставят Арсения Великого. Он был еще раньше назначен воспитателем двух сыновей Феодосия Великого, императора всей Римской империи. Он воспитывал, учил только двух сыновей его, Гонория и Аркадия. И каков же результат педагогической деятельности? Гонорий был в Риме, о нем мало что пишут. Но Аркадий оказался злым и угрожал смертью самому Арсению, когда был еще школьником. Под каблучником у злой, эгоистичной, сребролюбивой и мстительной своей жены Евдоксии, главной губительницы Ивана Златоуста. Арсений Великий 8 мая Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобный же, помолчав немного, сказал им, «Исполните ли вы то, что я скажу вам?» Они обещали исполнить все, чтобы он не сказал. Тогда преподобный сказал, «Не приходите никогда туда, где будет Арсений». Пришедшие удивились ответу преподобного, однако послушались его и удалились. Спустя некоторое время архиепископ пожелал снова видеть Арсения, потому послал спросить его, «Откроешь ли ты келью твою, когда к тебе придет архиепископ?» Преподобный же отвечал посланному, «Если ты придешь, то открою, но если я открою келью тебе, тогда мне придется открывать ее для всех, но в таком случае мне придется удалиться из кельи». Услышав такой ответ, архиепископ не вошел к преподобному, так как боялся, как бы он не ушел из того места. Случилось однажды, что один странствующий инок пришел к келье преподобного Арсения, так как хотел видеть его. Подойдя к двери, он постучал в нее. Арсений, думая, что это пришел его послушник, прислуживший ему, тотчас же открыл дверь, но, увидев постороннего человека, упал на землю лицом вниз для того, чтобы не видеть пришельца. Однако этот последний стал упрашивать преподобного подняться с земли. Арсений же не хотел вставать и сказал, «Я не встану до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда». И действительно, не поднимался с земли долгое время. Инок долго упрашивал преподобного, но так как преподобный не соглашался исполнить его просьбу, то инок ушел оттуда. Иоанн Прозорливый, 27 марта. В другой раз преподобный, ласково беседуя со мною, спросил меня, «Хочешь быть епископом?» Я же отвечал ему, «Нет, потому что я уже епископ». Святой же спросил меня, «В каком же городе ты епископ?» Я отвечал ему, «Я надзираю за кухней, трапезой, палатками, катками и пробую, например, вино, и если оно кислое, то прохожу мимо него, если же сладкое, то пью его». Смотрю, также и котлы с пищей, и если где недостает соли или других приправ, то я добавляю к пище эти приправы и потом поедаю пищу, сделавшуюся от приправы вкусную. Так же поступаю и в других случаях, везде выбирая для себя самое лучшее. Вот это мое епископство, на которое поставило меня сластолюбие. Преподобный, улыбнувшись, сказал мне, «Перестань шутить, потому что ты действительно будешь епископом и должен будешь перенести многие труды и скорби. Если ты хочешь избежать этих трудов и скорбей, то ты не уходи из пустыни, потому что здесь, в пустыне, тебя никто не может поставить епископом».